Танцы на ТВ Кто получит право танцевать на сцене проекта «Танцы на ТВ», а кто-то сойдет с дистанции, так и не использовав свой шанс. Где-то не дотянуло. Это и многое другое в проекте «Танцы на ТВ». В нашей программе мы знакомим вас с новыми лицами танцевального мира и теми, кого вы привыкли видеть на своих экранах. Да-да, сегодня речь пойдет именно о втором. Известная многим балетная школа Анны Королевой была участницей программы «Танцы на ТВ» первого сезона. Больше об этом коллективе вы узнаете в сюжете. Балет. Сколько изящества в этом слове. Сколько красоты и грации. Для меня танец – это искусство, которое хочется делать каждое время. Я захотела заниматься балетом. Пришла сюда, и мне тут очень понравилось, и я стала с ним заниматься. Я сначала занималась кимнастикой, но потом мне показалось, что балет нежнее. И я пришла в пять лет на танцы. Я с удовольствием хожу на танцы. Мне очень-очень-очень нравится. Балерины – они красивые, как снежинки парят, когда танцуют. Жизнь, в которой я живу дома – это одна жизнь. А жизнь, в которой я уже прожила на балете – это жизнь полная красок. Лена пришла в балетную школу Анны Королевой в пять лет и признается, что именно это искусство делает ее жизнь насыщенной и яркой. Я свои выступления посвящаю зрителям, которые приходят смотреть на меня. Не секрет, что любой красивой вариации в балете предшествуют ежедневные занятия в балетном зале. Эта работа над собой не слишком интересна, зато невероятно сложна. Балет – трудная работа. И для того, чтобы понравиться зрителям, чтобы получить хорошее впечатление, надо, конечно, показать все, на что ты способен. Балет всегда был и остается одним из прекраснейших и удивительных зрелищ для публики разного возраста. Это очень красиво и в то же время невероятно сложно. Говорят, что балерина танцует у станка до седьмого пота. Подробнее об этом давайте узнаем у руководителя балетной школы Анны Королевой. Смотря на легкие и воздушные движения танцовщиц, не всегда догадываешься о кропотливо проделанной работе. Каково быть балериной? Ну, совсем балериной, профессиональной балериной, конечно же, быть очень трудно. Но пока это дети. Им тоже приходится трудно. Трудно, неинтересно. Ведь это же очень, можно сказать, грустно и трудно каждый день, изо дня в день делать одни и те же движения, добиваться четкости, тянуть ножку, тянуть ручку. Не всем детям это нравится. Не всем дети выдерживают. Конечно же, остаются, ну, к десяти годам, уже, так скажем, остаются надолго в коллективе те дети, которые хотят. Больше всего они хотят, и у них есть мечта. В занятия балетом для всех, конечно же, не проходят бесследно. То есть, да, это полезно. Для девочки это и красивая осанка, и красивая походка. То есть, занимаются у нас все, все детки. Ну, а стать балериной или танцевать на сцене, там, пусть это и у нас в городе, или где-то на большой сцене. Ну, все же мы понимаем, что это дано единицам, и смогут добиться это тоже далеко не все люди. О балетной школе Анны Королевой знают многие, а руководителей известно совсем мало. Расскажите немножечко о себе. Так скажем, занималась я танцами с детства, то есть, занималась я тоже балетом у нас в городе. К нам приехала педагог из Москвы, звали я Луиза Ильинична Маринава, и она организовала вот такую свою небольшую студию. Деток там занималась немного, и основную вот свою школу, и вот основное все свое детство я провела вот в этом коллективе. Дальше мы становимся взрослее, у нас появляются различные уже и желания, и стимул в жизни, и цели в жизни разные. Дальше я, ну, училась в нашем училище, закончила Киевский институт культуры. Ну, немногие вот знают, что я еще закончила и государственный наш, тогда был Симферопольский государственный университет. Я еще и химик по профессии, помимо балерины. Какими качествами нужно обладать сегодня, чтобы добиться успеха в той или иной сфере? Как вообще в жизни, так и в балете. Главное качество – трудолюбие, целеустремленность и желание работать, желание достичь своей мечты. И понимать, конечно же, что для этой мечты нужно будет приложить очень много усилий. Усиленная работа и, конечно же, сплоченность коллектива способны привести юных балерин к поставленной цели. Коллектив у нас дружный, мы как в семье. Если кому-то нужна помощь, мы всегда притянем руку и поможем, объясним. Если приходят новые ребята, мы также помогаем. Занятия в балетной школе состоят из комплекса гимнастики и экзерсиса у станка и на середине зала. Занятия наши проходят очень хорошо. Мы занимаемся у станка на середине, часто очень проводим репетиции на пуантах. Несмотря на столь юный возраст, балерины уже знают секреты успеха. Нужно улыбаться, радовать зрителей, чтобы у них остался след радостный на душе. Примером подражания танцовщиц является руководитель балетной школы. Портебра, ручка. И тянуть, пальцы тянутся. А лянже закрыли. Когда у меня что-то не получается, я спрашиваю совета Анны Юрьевны. Она мне объясняет, показывает, и я делаю это правильно. Награда танцора – это бурные аплодисменты зрителей. А самая величайшая похвала – это, конечно же, похвала от педагога. Достичь высот очень трудно, но нет ничего невозможного на пути к своей мечте. Балет – с этим словом ассоциируется все самое высокое в искусстве. Знаете ли вы, сколько потраченных сил скрывается за улыбкой и легкими движениями балерины? Несомненно, балет – это тяжкий труд. Но именно он способен заворожить каждого зрителя. И прямо сейчас у вас есть уникальная возможность посмотреть, как проходят репетиции в балетной школе Анны Королевой. Здравствуйте. Сегодня для ребят этого коллектива особенный день. У меня для вас сегодня новость. Сегодняшний урок необычный. Нас пригласили участвовать в телевизионном проекте «Танцы на ТВ». Я очень была рада, что буду участвовать в конкурсе. И у меня в душе было очень много радости и эмоций. Я люблю танцевать, поэтому я очень-очень-очень-очень обрадовалась. Я очень обрадовалась, потому что мне очень интересно поучаствовать в каждом конкурсе. Интересно, что о нас подумают зрители. Валетная школа Анны Королевой была участником первого сезона проекта «Танцы на ТВ». Мы давно сотрудничаем с ГТРК Крым. Мы участвуем в этом телевизионном проекте «Танцы на ТВ» уже много лет. Поэтому для меня это не было сюрпризом приглашения. Но в этот раз я бы хотела показать на проекте самых младших участников школы, которые в этом конкурсе не принимали еще ни разу участия. Телевизионный проект – это не просто проект, это конкурс. И как вы уже знаете, что в конкурсе будут победители, будут проигравшие. Поэтому на этот конкурс, скорее всего, попадут не все детки. И выбирать мы будем, как всегда, честно. Кто из вас старался весь год, кто из вас занимается на каждом уроке, тот, конечно же, обязательно попадет на это выступление. И проверим мы это сегодня на уроке. Этот урок для юных танцоров – один из самых ответственных. Ребята должны доказать хореографу, что они достойны участвовать в проекте. Я очень обрадовалась, что меня покажут по телевизору, больше узнают о нашем коллективе. Но когда Анна Юрьевна сказала, что могут не все попасть на этот конкурс, то я занервничала. Я начала сразу стараться, вытянула спинку, поставила ноги плотно в пятую позицию. Немножко занервничала, потому что понимаю, что может у меня все получиться. Я начала очень нервничать за своих подружек. И раз, и тянуть ручку. Аня спину держит. И голова, голова. И руки, Аня, губы. И пам. А теперь вытянулись еще раз. У вас было некрасивое лицо, где улыбка, пальцы не заворачивает никто. Вы понимаете, что это сейчас уже конкурс. Кто лучше всех станцует, тот и попадет. Шея. Раз. Улыбка. Нос поворачиваем. Ручку тянем. Стоим. Стоим. И раз. Сидим. Раз. И. Раз. Раз. И. Ассамблев. Сидеть. Некоторым исполнителям не хватило совсем немного уверенности в себе. Вытянули шею. И. Нога. Поднимай. Что ты садаешься? Еще. Руку. Вытянули. Где пальцы? Где пальцы? И. И. Нету. Опять и. И. Голова. Голова. Не дергай, Маша. Руки. И. Колено, Маша. Аленже я просила. Всем. Нету Аленже, Лена? Лена, где голова? Лена, Аленже. Ты что, ты понимаешь? В эту сторону. И. Колено еще вытянуло. И. Держи ногу. Лена, ну-ка тебе не стыдно? Лена, покажи мне натянутую стопу. Покажи. Почему ты, когда танцуешь, не тянешь ногу? Лена, что с тобой сегодня случилось? Лен, не надо извиняться. Лен, колено ты не вытянула? Я 20 раз прошу сделать Аленже. Почему, девочки? Вы взрослые дети. Если вы не хотите участвовать в этом проекте, что можно говорить тогда о маленьких детях? Вы должны быть примером для остальных детей. Мне бы было стыдно еще раз. Где-то не дотянуло. И меня хореограф наругал. Дальше я постараюсь учитывать это замечание и все замечания вообще хореографа и стараться делать как можно лучше. У нас руководитель может иногда и строгий, но когда надо. Ну, чтобы мы не расслаблялись. Потому что если хореограф будет всех жалеть, ну, никто ничего делать не будет. Мне, как руководителю, хотелось, чтобы все дети поучаствовали в этом проекте. Но всех взять, конечно же, невозможно. И придется выбирать. Да, это решение будет трудным для меня. И пускай, наверное, это останется тайной для наших зрителей. На сегодня урок закончен. Но свое решение я озвучу позже. Я думаю, что все-таки еще не все дети готовы выступать в таком серьезном проекте. Но кто-то сегодня был молодец. Молодец. Кто-то показал все, чему он научился за это долгое время. А остальные должны внимательно подумать и посмотреть, как же все-таки вы должны работать на каждом уроке. До свидания. Каким будет решение хореографа Анны Королевой? Кто из участников балетной школы получил право на участие в проекте? И как пройдут выступления балерин на сцене первого танцевального проекта Крыма? Об этом вы узнаете совсем скоро. Дорогие телезрители, мы танцуем для вас с любовью. Поддержите нас, пожалуйста. Поддержите нас в проекте Танцы на ТВ. Дорогие друзья, спешу сообщить, что победители нашего танцевального проекта определяют наши жюри. Это, конечно же, вы путем СМС-голосования. Но не спешите отдавать свои голоса. Линии для голосования откроются только после того, как мы познакомим вас с нашими участниками. Напомню, что модный партнер нашего танцевального проекта – магазин «Ассорти». Выглядит стильно, модно и красиво стремится каждая девушка. Над образом ведущие работали. Стилист-визажист Натали Вершинина и мастер прически Павел Калашников в салоне красоты «Майя». Мир танца действительно жизнь. Один раз столкнувшись с этим удивительным миром, не хочется его покидать. Танцуйте с нами каждую субботу. Увидимся на телеканале «Крым» ровно через неделю. Субтитры сделал DimaTorzok